парни всем здарова здесь вы увидите кусочек из тренинга женские проверки манипуляции о женских проверках на свидании то есть что может случиться что с этим делать с чем вы можете столкнуться на свидании потому что ключевое когда вы хотите сблизиться с девушкой и девушка будет вас там проверять ставить какие-то барьеры возражения на такая биологическая штука эта игра про который уже сто раз говорил и если вы не знаете как ее обыграть в этой игре то путь в друзья так называемой к этой девушке он вам просто обеспечен для того чтобы никогда не попадать в друзья вам очень сильно будет полезен именно этот видеоматериал всем пока прикасаться возбуждать целовать и в общем уже перемещаться к месту сближения к месту секса всему этому я научу тебя в своей системе у меня есть отдельный модуль который посвящен теме свидания и сближения с девушками и там все расписано по шагам и в самых мельчайших подробностях а сейчас я хочу перейти с тобой к проверкам манипуляциям и возражениям которые могут быть на свиданиях и так начнем с того что же может быть еще до встречи до вашего свидания поехали допустим девушка говорит еще до встречи заедешь за мной и рекомендую тебе любые ситуации связаны с женщинами пропускать через некую призму эффективно неэффективно хочу я этого или не хочу нужно руководствоваться только этим если ты понимаешь что да тебе будет самому приятно ты хочешь ты готов заехать пожалуйста заедь за ней или там возьми такси или что-то еще если ты понимаешь что для этого нужно будет тащиться через весь город по пробкам а потом ехать обратно и тебе явно не хочется этого делать значит не делай все очень просто еще очень многое зависит от того как она это говорит то есть ее донесение потому что если она тебя просит она говорит блин слушай там не мог бы за мной заехать было бы очень приятно там то есть я сейчас там не могу и немножечко закрутилась на работе это одно но если она это говорит в какой-то ультимативной форме что если ты за мной не заедешь что я не готова пойти с тобой на встречу выбирай сам а нужно ли тебе с такой девушкой которая изначально тебя не уважает изначально строит из себя звезду вообще идти на свидание и что можно ответить можно сказать слушай мне неудобно самое главное не надо оправдываться я не хочу мне неудобно давай ты приедешь сама либо в крайнем случае ты можешь вызвать ей такси если девушка в принципе просит тебя как-то посодействовать ее перемещению представь себе она может одеть красивое платье там какие-то каблуки и так далее на улице холодно вы договорились встретиться в ресторане почему бы ей не помочь с ее логистикой с ее транспортировкой до места свидания если она адекватная и хорошая если видно что она к тебе относится также адекватно и с уважением и здесь везде есть какие-то нюансы не надо впадать в крайности допустим один из моих учеников недавно который внедрил мою систему рассказывал в нашем закрытом чате такую историю что это была уже третья встреча вот должна была состояться и в общем девушка говорит что слушай вообще я могу приехать к тебе домой сразу я одела красивое платье я могу приехать логично о чем это говорит что девушка уже готова приехать сама и сама предлагает и заняться с ним сексом единственное вызови мне пожалуйста такси мужчина слишком буквально воспринял ее просьбу и слишком может быть негативно о том что она хотела вызвать такси и он отказался он сказал что это я буду вызывать тебе там такси сама доедешь в итоге он сказал ну окей и не поехала и тут тогда вопрос кому от этого стало хорошо да может быть он там какую-то свою звезду словил то есть он остался при своих но по факту у него не было секса хотя все могло случиться только потому что этот мужчина немножечко перегнул палку поэтому еще раз любую ситуацию нужно рассматривать с точки зрения эффективно это для меня или не эффективно если ты понимаешь что она немножечко выпендривается но там дальше все идет к тому что тебе хочется окей ты можешь сказать ладно хорошо дальше ты все равно сделаешь что что ты собирался сделать и от этого получишь удовольствие это важно то есть не надо ситуации рассматривать слишком плоско далее девушка может еще до свидания сказать тебе я туда не поеду я сюда не поеду я в это кафе не пойду в это кафе опять же смотря как она это говорит у меня было очень много разных случаев и один из примеров когда я познакомился с девушкой в пробке на дороге то есть мы договорились с ней встретиться и когда я позвонил говорю давай все в общем восток то восток то и я заезжаю она говорит вот сюда я не пойду если что в это кафе меня не приглашай вот сюда вот сюда вот сюда не надо меня трогать не надо меня целовать и не целуюсь там на первом свидании на каком-то свидании я там не хочу обниматься убери руки и так далее ты должен понимать что у этого всего есть причина это женский страх быть легко доступны это не желание убрать ответственность за сближение с мужчиной то есть обо всем об этом я тебе расскажу в первом модуле моей системы но ты должен понимать что не меньше чем 70 процентами девушек ты можешь заниматься сексом уже на первом свидании и если ты в это не веришь и стекаешь что это нереально это не зависит никак от качества от воспитания от чего-то еще это зависит от тебя и от твоих правильных действий то как минимум на третьем свидании вот так называемая классическая схема трех свиданий ты можешь легко сблизиться с любой женщиной даже той который тебе очень очень сильно нравится и ты должен этому научиться почему я говорю должен потому что ты просто обязан для себя это сделать иначе ты так и будешь попадать к девушкам друзья почему мужчина попадает женщине в друзья потому что он не проявляет себя как мужчина самец он не распускает руки он не трогает не обнимает не целует не пытается прийти к сексу он ждет когда женщина сама даст ему какой-то зеленый сигнал светофора либо как-то намекнет либо сама это сделает почему потому что тебе страшно все испортить когда ты начнешь сближаться она конечно же будет говорить нет не трогай меня не надо что ты делаешь это такая игра и если ты не знаешь правила этой игры ты так и будешь попадать женщинам друзья а как правило когда тебе девушка очень сильно нравится примут очень очень ты еще больше цепенеешь ты еще больше себе ничего не разрешаешь ту сторону то есть не дай бог я все испорчу и это как раз все и портит поэтому обязательно посмотри мою систему происходит кстати такая очень интересная вещь это два неких страха со стороны девушки это страх то что она покажется легко доступный и что она покажет что она заинтересована в сближении а это очень нежелательно а с твоей стороны страх все испортить страх того что тебя отвергнут что девушка скажет нет вот и получается что ты не понимаешь искренне почему она так делает то есть мы сидим целуемся все прочее но она не хочет ехать ко мне домой она говорит ты что там и так далее я не такая хотя тоже нет там допустим 3 4 5 встречи а девушка искренне не понимает почему ты там не можешь ее потрогать или там разрешить себе ее поцеловать или приобнять она думает ну давай же уже давай но она не может тебе об этом сказать и она думает что с тобой что-то не так что ты просто не уверены в себе вот и срослись эти два непонятных абсолютно глупых бесполезных страха со стороны женщин и со стороны мужчин